Это Мехаре после короткой программы. И для того, чтобы остаться над Сатока, Гресси нужно набирать 122,69 балла. Для нее это, в принципе, результат проходной. Теперь осталось только доказать, что она в начале сезона готова на подобные прокаты. Субтитры создавал DimaTorzok Здорово. Начало отменное. Тройной луз, тройной тулуп. Стоит, стоит Гресси на Риттбергере. Субтитры создавал DimaTorzok Аксель не так высоко, как обычно, однако же тоже чисто. Субтитры создавал DimaTorzok Во второй части. Молодец. Так, подусталый и голд уже в конце концов. Флип тулуп. Причем тулуп только два оборота. Дружок на высоте Мьяхары. Тройной луз был предварен не жар-птицей, но жар-ласточкой. Это ласточка двора зажар. И аксель двойной. Не потому что так запланировано, а потому что не выкручивает уже в конце концовки. И все же. Ну что, можно сказать, Грейси первая, это очевидно, по технике она всех превосходит запасом, компоненты, они и в мелоке компоненты для Грейси Голд, но в Стравинске отдельно, программа отдельно, элементы в каком-то третьем измерении, хотя и все хороши, но чуть ли не впервые могу отметить, что в кои-то веки программа у Грейси мне нравится меньше, чем у Мия Хары, вот жар птица появляется уже только на финишных реверансах, не было там близко ничего Стравинского, не жарила эту птицу Грейси, ох нет, Тут даже не гриль, тут я даже не знаю, честное слово, набор элементов под музыку, я не говорю, что это плохо, но жар птицы там, она там не летала, и через Атлантику не перебиралась, Конечно, Грейси выиграет, выиграет с хорошим запасом у Мия Хары, и возможно сейчас будет претендовать на личный рекорд, который у нее пока датирован выступлением на Олимпиаде в Сочи, где Грейси до бронзовой медали не дотянулась, осталась с деревянной, однако же набрала 136,90. Вот все хорошо Заход на луц, на полкатка, все хорошо Чистые приземления, выезды, заключительный сальхов двойной, четкие додержанные позы, чеканика. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...